В Ульяновской области к ноябрю этого года отловлено и простерилизовано около 600 собак. Но этого мало, как заверяют эксперты. Абсолютный лидер в эффективном применении ОСВВ сегодня – Нижний Новгород. Там программа заработала еще в 2014 году, задолго до федерального закона. Да и жители Ульяновска продолжают жаловаться на стаи бродячих собак. Недавно пёсью банду сняли на видео из окна возле 70-й школы в Засвияжье. Финансирование производится у нас из бюджета Ульяновской области в размере 3 миллионов рублей. Кроме этого, необходимо сказать, что проблема действительно очень острая, проблема актуальная. Поэтому в этом году на данной цели из бюджета города также выделены денежные средства в сумме 800 тысяч рублей. Конечно же, этих средств недостаточно. Вот вы задали Александру Сергеевичу вопрос, да я на него могу ответить. Для той стерилизации, о которой говорят эксперты, то есть за несколько ближайших лет 70%, это нужно в городе стерилизовать в год где-то порядка полутора тысяч собак. Мы на выделенные средства стерилизуем только одну треть. Таким образом, темпы стерилизации должны увеличиться в три раза, чтобы по улицам действительно перестали бегать бродячие псы. Сегодня всех отловленных собак привозят в приют подарок судьбы. Сам процесс отлова похож на охоту. Животного усыпляют с помощью дротика со снотворным. После чего, если он попадает, собака еще где-то минут пять может побегать, а за ней должен побегать и ловец, и по пересеченной местности. И вот потом она в конце концов устает, засыпает. Ее забирают, кладут в клетку и везут. Ну, сразу несколько штук, да, и везут потом в приют. Вот так происходит гуманный отлов. Только что отловленных собак помещают вот в такие вольеры. Дальше животных ждет кастрация или стерилизация. А после процедуры животных помещают в теплые вольеры. Старые вольеры отремонтировали, а новые построили здесь в прошлом году. При приюте есть своя лечебница, поэтому собака стерилизует и вакцинирует в одном месте. Правда, ее работники отшучиваются, мол, оперируют в военно-полевых условиях. Лекарств достаточно, а вот само помещение требует серьезного апгрейда. Когда есть контракт, когда ловится много собак, вот по программе СВВ, то операции практически идут ежедневно, там, ну, пятидневку уж точно, и в день стерилизуются до десяти и более собак. Новая лечебница – одна из мечт приюта. Все, кто ухаживают в этом месте за животными, хотят оперировать не только по программе ОСВВ. Люся, как никто другая, знает, что такое жестокое обращение с животными. Собаку нашли в Старомаинском районе с пулей в позвоночнике. Люся в приюте прооперировали, но восстановить функцию задних лап не удалось. Собака передвигается на ходунках, приветливо машет хвостом и рада посетителям приюта. Здесь она нашла тепло, заботу и друзей, в том числе среди котов. Может быть, Люся обретет и хозяев, как и 30% отловленных собак. Их не вернули на улицу, а пристроили в семьи. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.